здравствуйте дамы и господа рад приветствовать вас сегодня на этой чудесной встрече компании sky world community на который речь пойдет конечно же о нашем проекте который только недавно перешел на новый под этап 14.3 из всего лишь 15 под это 15 этапов это проект который практически уже на завершающих стадии своего развития уже самые уникальные решения завершаются на последних стадиях а большая часть нашей технологии уже оценена уже сертифицирована и по ней уже строится первых минимум четыре адресных проекта конечно же за один час мне не получится передать вам абсолютно все поэтому пожалуйста посмотрите когда у вас найдется на это время я уверен что вас заинтересует тот проект с которым мы сегодня познакомитесь это сообщество sky world community которые объединяет людей на всей планете и так интервью с анатолием юницким об итогах 21 года там как раз вы и узнаете о новых адресных проектах ну и конечно же заходите на наш личный кабинет и там вы узнаете все самые последние новости и там будут немножко обновленная информация о наших существующих проектах так скажем для информации но это конечно же в самоисследовании нужно конечно изучить еще и транспорт будущего выступление анатолий эдуардовича на премии мира когда в 2018 году в декабре в словакии в братиславе анатолий эдуардович получил премию мира за все технологии серии эко мир не только за транспорт второго уровня которым большей степени пойдет сегодня речь но о всем эко мире а это целая серия от земли до космоса все что необходимо человеку для проживания на нашей прекрасной планете конечно же потрясающее видео технологенная цивилизационная развилка где анатолий эдуардович так скажем каждому человеку на доступном языке с цифрами и деталями объясняет в каком положении мы сейчас как движется жизнь и наше детище техногенная сфера и куда она нас может привести конечно же цивилизационная перезагрузка и по версии юницкого которая рассказывает нам как мы можем обустроить жизнь на нашей планете при том что у нас действительно будет все в изобилии все в полной экологии и всем всего будет хватать эти технологии уже разработаны и постепенно внедряются в жизнь это можно уже увидеть и в белоруссии и в объединенных арабских эмиратах поэтому технологии быть и очень скоро она начнет развиваться по всем уголкам нашей планеты формула будущего и как струнный транспорт может изменить весь мир это видео 24 минутная которая с выставки гитекс показывает полностью от и до даже с формулами что есть наш транспорт какую пользу он принесет и куда дорогу он проложит потому что после завершения первого нашего проекта выхода его на самофинансирование мы продолжим развивать и новые и новые экологические технологии по так скажем разработкам анатолия эдуардовича и низкого поэтому следите за новыми рекордами юницкой string technology нашей технологической компании смотрите и следите за новостями а я артем курбанов представлю для вас так скажем краткий экскурс как можно пять лет изучения вместить всего в один час и узнать максимум интересного и полезного для так скажем хорошего использования всех возможностей этого мира потому что сейчас с помощью таких проектов которые дает так скажем наш интернет дает объединиться и сделать подобное а посмотрите на эти основные побуждающие факторы абсолютно все из них вы сможете использовать во благо своей жизни улучшить их качественным образом именно с компанией sky world community так что дамы и господа устраивайтесь поудобнее и давайте начнем наше путешествие хотелось бы сказать в будущее но нет я уже катался на этом транспорте и в разных уголках планеты я понимаю что это уже настоящее поэтому завершающий этап у каждого человека есть еще время разузнать инвестировать свое время в изучение в первую очередь а дальше уже собственными аргументами решать что делать дальше ведь нас 8 миллиардов человек мы одна из самых больших движущих сил на этой планете самые влиятельные хотя мы всего лишь один вид из 12 миллионов видов живых организмов но мы заселили всю планету и мы делаем самое большое влияние мы можем сказать ее терра формируем терра формируем прям меняем соотношение химическое что в воде что в воздухе то есть насколько влиятельно все-таки наш вид и раз мы имеем такую силу значит и наша ответственность уберечь нашу планету оставить ее прекрасный чистый цветущий чтобы всем всего хватало а место у нас на планете предостаточно и земли хорошей плодородной предостаточно просто необходимо взглянуть на нее с точки зрения экологических инновационных технологий тогда жизнь на нашей планете полностью возможно как в раю будем жить не тужить радоваться вокруг стабильность все сыты это возможно наша планета может это дать и это можно сделать именно с помощью наших технологий просто есть разные виды технологий они конечно меняют уклад нашей жизни но некоторые из них приносят пользу некоторые из них пригласили пользу а теперь мы видим что они приносят и вред причем достаточно серьезный вред например четвертый технологический уклад это нефтехимия автомобилестроение авиация но это та часть которая очень сильно надолго задержалась и если учитывать как много возможностей сейчас в получении электроэнергии и куда пропадают потрясающие ученые изобретения кладутся на верхнюю полку и достаются только через 20-30 лет мы понимаем что можно было бы сделать все намного разумнее сейчас уже даже видно что множество технологий которые в общем потреблении на них необходимо было бы государством направить весь свой интерес и инвестиции чтобы перевести нас в экологический мир где действительно здорово и здорово жить но это видимо должно пройти определенное время люди должны созреть как созрели сейчас ведь с появлением 5 технологического уклада так скажем наша техногенная сфера как наше детище как наш ребенок вот выросла до этого уровня и сейчас с появлением виртуальной реальности интернета разных видов гаджетов мы можем так скажем связываться и пересылать информацию за секунды то есть мы очень сильно ускорились очень сильно ускорились именно в информационной среде деньги пересылаем в разные уголки планеты можно за секунды иногда мгновенно даже криптовалюта тоже звоним в другую страну можем позвонить по видеосвязи на другой континент хоть на противоположную сторону нашего земного шара и разговаривать спокойно то есть все что связано с информациями гигабайтами за секунды но физический эквивалент наше физическое перемещение то что мы и есть мы и наше питание и дома где мы живем она все физическое и как бы не привлекательным был сектор информационных технологий для бизнесменов и они развивают это получать большой прибыль а физика она остается физикой все равно нужно кушать все равно нужно строить дома и все равно нужно перемещаться в этом мире так вот именно 5 технологический уклад сделал сейчас за что ему огромное спасибо возможность чтобы люди как мы сейчас находясь в разных уголках сидели в одном пространстве виртуальном находились в связи могли общаться друг с другом могли задавать вопросы и получать ответы получать ценную информацию о чем-то очень важным так скажем экономия наше время и эти же проекты сейчас позволяют людям выбирать какими технологиями какой каким уровнем жизни они будут окружены мы видим как за последние 20 лет с помощью народного финансирования собраны тысячи компаний то есть создались тысячи компаний которые предоставляют какие-то продукты и услуги которые очень необходимы людям и улучшают их жизнь и в большей степени из них все стараются быть экологически чистыми так и сейчас у нас на планете мы можем жить абсолютно чисто используя даже все то что уже изобретено просто нужно совершить этот переход и пока это чей-то бизнес тот кто хозяин бизнеса не собирается очень быстро делать переход потому что это потеря бизнеса получается что только сами люди сами потребители этих полезных качеств услуг или товаров только они сами заинтересованы в их производстве чтоб они были доступны чтобы они стоили недорого и были доступны действительно всем и приносили пользу миру таким образом тысячи компаний создали свое благо и сейчас у нас есть возможность с вами сидеть в одном виртуальном пространстве и узнавать об этом информации и делиться этой информации таким же образом ведь сейчас так скажем мы стоим на пороге технологической революции действительно техногенная развилка куда идти а не обратить внимание на то что есть вредоносные технологии их нужно убрать с той поверхности так скажем с того с той площади с той сферы где находится все живое флора фауна и человек и один из самых актуальных вопросов и точнее которые технологии которые принесут самую большую пользу именно сейчас это перемещение перемещение пассажиров и грузов абсолютно безопасно автоматизированы и экологически чистая легко интегрируемая куда угодно и решающие те проблемы которые есть сейчас и представляете этот проект практически завершён и мы с вами дамы и господа являемся его совладельцами те кто поучаствовали те кто стали частью так скажем посчитали это настолько важным что вложили либо свое время свое внимание свое слово свои ресурсы в том чтобы это получилось именно поэтому мы сейчас завершаем 14 этап и скоро будет последний 15 этап так что дамы и господа перед вами самое начало компании которые сделают основу нового технологического уклада но давайте вернемся чуть-чуть назад посмотрим на 5 технологический уклад компании которые сделали тот мир в котором мы живем сейчас этот прекрасный дивный мир а это компании которые помогли нам жить действительно качественно поиск и обработка информации компьютеры операционные системы покупки продажи в интернете интернет кошельки это 5 технологический уклад и это компании о которых раньше никто не знал то есть раньше не было такой возможности как у нас сейчас созвониться и пообщаться вот таким вот способом и передать абсолютно всю информацию которую нам хотелось бы поделиться но тогда кто-то уже понимал что это будет важно и поэтому начал это делать а впоследствии все кто поняли и поддержали данную сферу одну из этих сфер они получив становились так скажем приобретали огромные активы с потрясающей капитализации например как вот у алибабы 100 долларов за 18 лет превратилась в миллион семьсот восемьдесят две с половиной тысячи представляете какая капитализация огромная почему потому что это понадобилось людям люди начали это использовать и это стало действительно важно хотя с путь старта был достаточно тяжелый потому что кто в самом начале apple мог понимать что у них вот такой вот рост будет или google что она станет одной из самых крупных компаний в мире microsoft walmart я думаю тогда еще не было такого распределения информации но все что необходимо людям то растет и развивается и причем все те люди которые являются совладельцами данных компаний но не продают на бирже свои акции они ежегодно получают дивиденды то есть прибыль от полезного действия данных компаний то есть эти компании были нужны и поэтому они развились невероятно к чему я веду к тому что перед вами сейчас компания которая гораздо больше чем все предыдущие на предыдущем слайде и это не просто концепция а уже существующая почти завершенная технология почти полностью сертифицированная и это транспортный бизнес одна из самых дорогостоящих инфраструктур в мире самый дорогостоящий бизнес и конечно же из-за этого самый прибыльный как и самый коррумпированный не будем забывать про мефтехимия но это тот вариант который может быть внедрён абсолютно в любую страну в любом месте на планете в любом условии и этот транспорт будет доступен любому городу и любой стороне не то что традиционные виды транспорта то есть перед вами компания которая имеет реальный физический эквивалент то есть мы перевозим грузов и пассажиры мы построим эти дороги мы разгрузим города где сейчас невероятная аварийность и очень низкая средняя скорость придем туда где вообще нет дорог и можно будет построить супер легкие трассы очень гибкая технология практически завершенно и это сделали более 500 тысяч человек объединившись со всей планеты более 220 стран и регионов мира и именно эту технологию я сегодня представляю вам уже практически завершенные просертифицированные транспорт второго уровня которая освободит первый уровень живой для живого для флоры фауны и человека с помощью данного транспорта мы сможем также добираться куда угодно даже с еще большей вероятностью добора потому что это супер легко интегрируемый транспорт землеотвод минимальный для того чтобы поставить анкерные промежуточные опоры они могут переходить через дома через кварталы через овраги и горы и озера реки то есть любые преграды которые раньше трудно и дорого убирались равнялись либо делалась дорога сейчас мы можем пересекать это все абсолютно спокойно и свободно в любом направлении и как в вечной мерзлоте так и в полной жаре именно это мы сейчас и проявляем потрясающие были и зимние испытания пройдены и летние испытания пройдены в арабских эмиратах то есть перед вами уже действующая технология более 10 тысяч человек опробовала на собственном теле поездку в этих транспортах я лично сам катался в трех из тех что у вас сейчас на экране здесь в белоруссии в мариной горке 60 километров от минска где наш экотехнопарк испытывает и демонстрирует сертифицирует данную технологию и транспорты они необходимы абсолютно всем и это касается абсолютно каждого потому что даже если вы не пользуетесь транспортом он все равно так или иначе влияет на вас на ваше окружение ваш дом в воздух вокруг и так далее ваше питание которое доходит до магазинов где вы их покупаете то есть с транспортом связаны абсолютно все и транспорт нам необходим но существующий не отвечает более потребностям 21 века слишком медленный наш транспорт хотя и был полезен тысячи лет но сейчас количество портов и их эффективность очень сильно занижена это очень дорого абсолютно неэффективно и очень долго дни недели месяца могут идти наши грузы следовательно дальше у нас полеты и эти количество эти красные точки количество их можно умножить на 30 это получится количество самолетов которые по факту нереально тяжелый им как много нужной энергии ресурсов нашей планеты чтобы поднять и удерживать долг длительное время в воздухе такие тяжелые железные машины как много мы теряем чистого воздуха насколько загрязняется окружающая среда от сжигания такого количества топлива и как много времени мы в итоге тратим чтобы добраться до аэропорта сдать багаж и так далее так далее так далее в общем целом это получается очень затратный и неэффективный транспорт хоть мы и можем за 12 часов прилететь на противоположную сторону нашей планеты но это не выход для человека 21 века тем более когда явно есть более лучшие президенты на использование как междугороднего так межконтинентального перемещения стоит лишь только поизучать анатолия эдуардовича и низкого и вы увидите эти возможности ну и конечно же наземный транспорт который также не отвечает потребностям человека наши железные дороги которые более 150 лет помогают развиваться человечеству но сейчас это опасные удавки опасный вид транспорта с достаточно высокой аварийностью и опять же на первом уровне перерезает перерезает пути жизни но не меньше чем автодороги потому что тут действительно перерезают жизнь удавки по всей планете ведь они перерезают пути микро эмиграции животных грунтовые воды и где-то у нас заболоченные местности и потом умирает природа от того что слишком много влаги где-то полностью засушливы от наших же дорог опять же это первый уровень это самый опасный транспорт он забирает более полтора миллиона жизней в год и более 10 делает инвалидами это транспорт который влияет на всех не в зависимости от того водитель вы или нет много вы выходите на улицу или нет это один из одна из самых больших катастроф сейчас хотя когда-то он был максимально полезен но сейчас его вред превышает пользу и это тот транспорт который необходимо срочно заменить и у нас есть к этому решение как эти пять площадей великобритании закатаны под асфальт мертвых которые не дают ни каких плодов не кислорода как поднять эти этот бетон эти дороги и сделать из этого живой сад как возобновить эту землю чтобы она снова начала приносить жизнь и это же можно будет делать и нужно будет делать и возможно будет делать в наших городах уже даже в существующих поэтому технология которую мы сейчас представляем мы всем миром можем распылить на весь мир это сейчас уже практически происходит потому что мы на завершающем этапе развития ну как вам дамы и господа мы живем в наших городах нам по-любому нужно что-то новое что-то более чистое потому что при жизни например в лос-анджелесе там можно часами тратить время на поездку не в ту сторону не то что не в ту сторону ты просто не там повернешь встанешь в пробку нужно прям знать как проехать туда куда тебе нужно в нужное время потому что иначе действительно по статистике до 380 часов можно провести в калифорнии в пробке в год 380 часов или здесь как мы видим вот мультимиллионники 40 полос идут на сужение либо индонезия индия нету возможности построить нормальную дорогу а значит люди в перемешку с машинами это супер медленно супер неэффективно очень опасно и каким воздухом дышит вся и все это пространство мы это видим уже даже в маленьких городах в самых пятьдесят тысяч сто тысяч населения уже пробки забиты все дворы до транспорт он необходим но не зря многие страны уже начали избавляться от двигателей внутреннего сгорания а точнее от производства подобных машина вскоре от и от использования ведь мы переходим на электродвигатели постепенно но переходим и наши города станут на порядок чище в них будет приятки мешать вся зелень будет выглядеть абсолютно по-другому а когда станет настолько чистой города конечно же с электродвигателями можно будет сажать аж плодовые деревья в наших городах и получать чистый урожай только представьте вот насколько важен вопрос экологических технологий потому что сейчас вот я прогуливался по испании и несколько лет назад и вижу мандариновые деревья как здорово у тебя в городе мандарины растут можно пойти сорвать и съесть а потом подумал а как ты съешь его он же несъедобный потому что здесь куча автобусов машин какие-то заводы прям недалеко от центра города каким способом это можно будет без вреда употребить никаким нужно оставить это на месте потому что место непригодно для выращивания пищи то есть вместо непригодно для взращивания растения а что там делает тогда человек что человек делает в городе в котором не очень здорово и здорово жить это можно будет изменить с помощью кластерных и к городов и к поселений линейных городов анатолия эдуардовича с новейшими способами агротехнологий гумуса восстановление почвы то есть представьте в наших городах даже существующих скоро можно будет жить питаясь как в раю а вот города которые мы видим сейчас бетонные муравейники ни капли зелени и урбанизация собираюсь нас все больше и больше хотя люди просто стараются сделать больше за меньшее время поэтому живя в центре города или ближе к центру города мы можем быстрее добраться туда или туда или туда или в несколько мест одновременно но смысле в один день получается если скорость и логистика будет лучше то человек может либо больше успевать либо он может жить дальше от центра города не участвовать в урбанизации а быть ближе к природе например жить в пригороде при скорости 150 километров в час и не стоять в огромных пробках подобных а жить чуть подальше ведь не хочется же жить вот действительно с таким видом хочется жить на природе либо в пригороде где хотя бы больше природы и со скоростью 150 километров в час можно добираться до центра представьте 150 километров в час без пробок одна автоматическом безопасном транспорте мы быстро будем добираться туда куда нам необходимо но можно жить и за городом например в каком-то селе по вдоль трассы жить совсем в открытой местности в полной частоте далеко от городского шума и на междугороднем транспорте со скоростью до 600 километров в час добираться до своей работы или своих дел то есть новый транспорт и новые скорости с логистикой принесут пользу абсолютно всему народу на нашей планете с помощью такого транспорта мы сможем быстро передвигаться быстро делать свои дела быстро ездить учиться работать мы можем жить даже не в точнее вы жить в одном городе работать в другом городе можем работать в соседней стране в соседней столице либо со скоростью 600 километров в час пересекать огромное расстояние в этот же день возвращаясь домой и не нужно делать огромные длительные командировки а находиться рядом с семьей при том что это безопасно и экологически чисто то есть представляете как одна технология транспортная может изменить практически весь уклад жизни человека только от скорости по тем возможностям которые она им дает ну и конечно же второй уровень освободит наши города они станут намного более приятнее для жизни и эксплуатации ведь то что и происходит сейчас это максимально неэффективно и опасно все это пространство может быть безопасным для людей а вся эта полезная работа перемещение кому надо пассажиров или груза который здесь переводится на изображен на этой до фотографии он может идти над головами линейно по одному безопасному пути без возможности столкновений каких-то боковых столкновений или падений то есть с помощью нового транспорта можно спасти огромное количество людей от увечий от смертей от невозможности нормально торговать или учиться потому что даром транспорт стоит дорого или его вообще нету именно со струнной транспортной технологии транспорт сможет распространиться абсолютно обо все уголки нашей планеты и дать там феноменальную пользу ведь действительно если вы поизучаете это самая большая трагедия сейчас в двадцать первом веке автомобиль к сожалению он убирает больше всего людей с нашей планеты и делает огромную огромную проблему хотя перемещаться грузом и пассажиром все равно необходимо правда ведь поэтому йов его просто нужно прийти на помощь его нужно заменить ведь если у нас скажем 200 человек в 177 машинах занимают 5-7 кварталов места то сами люди полезная работа перевести людей занимают в 10-20 раз меньше места а если их поместить в три электроавтобуса как сейчас в европе так становится популярным то посмотрите как много места мы освобождаем ведь там стояли машины то есть они сначала занимали огромное пространство пока ехали по дорогам плюс до них и после них должно быть какое-то безопасное расстояние до следующей машины потом они стану ставят водители эти машины в наших городах и они там стоят 8-10 часов могут сутками стоять и занимать это место а теперь если потребность в подобном транспорте уменьшится логистика и скорость транспорта второго уровня больше привлекает человека чтобы поехать на нем быть свободным на автоматизированном безопасном транспорте наблюдая красоты а не выбирать свой транспорт то и все это место можно будет освободить а зеленить сделать там зеленые участки поставить не знаю фонтаны какие-то зоны отдыха служайкой либо плодовые деревья плодовые кустарники почему нет раз это чистый город и в нем в очень скоро не будет двигателю внутреннего сгорания либо один легкий поезд даже один легкий поезд 200 человек может привести то есть получается если будет автоматизированная логистика без человеческого фактора то есть очень разумная логистика и высокие скорости то наши города уже существующие и новые это уж конечно могут быть быть абсолютно райскими в них будет и все удобно и все быстро и все чисто это ну вот представляете возьмем наш телефон наберем здесь какую станцию нам показывает куда идти и когда приблизительно будет транспорт или когда точно будет транспорт мы приходим в это место у нас есть какой-то показатель когда будет наш следующий транспорт есть такие же люди которые двигаются на нашу остановку скажем она через десять отсюда где мы сейчас стоим и вот как раз приходит наш транспорт мы садимся с такими же людьми которым на ту же остановку в этот транспорт то есть множество транспорта каждый идет в свою сторону поддавая лучшую эффективность и дальше мы в зависимости от трассы либо если это большой город то будет наверное как это главная магистраль куда мы один раз выезжаем один раз разгоняемся до скорости скажем до 150 километров в час едем и приземляем точнее останавливаемся только один раз один раз тормозят тратим минимум энергии минимум времени и мы уже на нужной нам станции без промежуточных остановок либо по второму варианту транспорт который будет останавливаться на каждой остановке если это необходимо то есть с помощью подобного транспорта представьте вся грузовая и пассажирская перевозка на втором уровне а весь первый уровень спокойный приятный наслаждающий нас и абсолютно безопасный что наверно самое главное вот но пассажиры это приятно я надеюсь вы представили себе как вы катаетесь в подобной капсуле подобном модуле но давайте задумаемся о том что транспортная инфраструктура не зря самая прибыльная она прибыльная большей степени из-за грузоперевозок и как мы начинали с наших портов посмотрите какой застой каждая секунда можно сказать оплачивается здесь с учетом цен в общем к один корабль который на сутки где-то там задержался и либо его застой сутки в порту это миллион долларов или более здесь пять шесть слоев наши товары которые мы же заказали ждут а их отправки на железную дорогу либо автотранспортом это огромная затрата времени пространство аренды и знаете кто платит за все это за неэффективность так скажем долгое время доставки платят конечный потребитель то есть в итоге все равно все входит в цену и платят люди но давайте задумаемся если будут порты в которых как только приходит груз сразу же к он составляется на наш автоматизированный электро транспорт и он улетает точнее уезжает в нужном ему направлении уже без всякого ожидания и едет сам к точке назначения такое будут способны наши транспортные средства они сейчас уже проходят эту сертификацию и данные испытания то есть как все наши грузы могут доставляться гораздо быстрее гораздо эффективнее следовательно если мы нигде не ожидаем эти площади не востребованы время уменьшается мы быстрее получаем наш товар еще и дешевле а порты будут строиться на шельфе море чтобы не нужно было земляные водяные работы делать самые дорогостоящие здесь а любой водный транспорт может подойти к порту на шельфе моря то есть где-то в нескольких сотнях метров от берега и не нужно делать никаких изменений это тоже технологии анатолий эдуардовича но дамы и господа это все плюсы плюсы но представляете вы можете стать со владельцем данной технологии то есть каждый из тех уже сотен тысяч людей которые поддержали и сделали те технологии которые вы сегодня видите на этих фотографиях эти люди будут являться получать не получателями прибыли от всего того же от быстрой доставки от так скажем эффективные безопасного передвижения грузов что является тоже огромной огромной опасностью наши траки которые ну то есть грузовые машины которые перевозят разного рода контейнеры то есть люди кроме того что делают гораздо лучше этому миру так они еще становятся владельцами этих технологий ну действительно подобные проблемы уже точно нужно исключить вот как например корабли севший на мели и пробка в пол планеты с экономическим эффектом в миллиарды долларов это необходимо изменить в другую сторону и мы уже представили по данным проектом свое предложение как в советском канале более разумно перемещать груза с одной части из красного моря на другую часть то есть дамы и господа где бы вы ни были чтобы вы не делали есть влияние на вас от всего транспорта и значит проблемы касаются каждого и первых две проблемы это перезагрузка перегрузка транспортных путей и отсутствие безопасности то есть это наш транспорт он везде все равно будет и мы все равно будем получать влияние от него поэтому только сам же народ только сами люди заинтересованы в том чтобы этот транспорт не был нам вредоносим потому что для кого-то это бизнес и ничего особо сильно меняться не будет только люди могут изменить кардинально так чтобы для них было хорошо только они в этом заинтересованы и только их это в большинстве катается касается как вы дамы и господа напишите пожалуйста в ваших чатах в ю тубе в мирополисе согласны вы что эти проблемы касаются каждого и самое классное что сейчас мы можем на это влиять именно с помощью объединения через интернет через народное финансирование через компанию sky world комьюнити мы можем участвовать в подобных проектах ведь мы видим уже как многие технологии во что они превращают нашу планету во что превращают флору и фауну и даже не наши города в которых некоторых уже нечем дышать есть в японии специальные автоматы где можно купить чистого воздуха подышать но также не должно быть у нас голубое небо над 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 нами и мы можем его таким сохранить сделать его лучше да действительно николай благодарю вас мы действительно меняем мир согласен мы меняем мир и меняют это люди которым не все равно люди которые чувствуют собственную ответственность и собственную силу что они способны изменить поэтому загрязнение окружающей среды это одна из тех же проблем которая касается наш каждого и от нас от каждого зависит какой мир будет завтра в больше или меньше степени просто представьте что ваше решение она есть и умножьте на 8 миллиардов каждый из нас делает свой выбор но видя как улучшается в каких-то процессах наша планета я понимаю что именно единицы единицы десятки людей из этих 8 миллиардов с каждой в своем направлении делает прорывы и делают улучшения такие которые действительно меняют жизнь людей качественным образом на порядок мы видим что наша планета живая и поверхность этой планеты живая где-то она заносит барханами где-то снег лед дожди наводнение и так далее с помощью нашей технологии мы сможем обойти большинство проблем этих и при этом использовать только чистую энергию что будет успокаивать нашу планету нам не нужно будет так много нефти и газа все так скажем врезать долбить высасывать и раскапывать потому что те технологии по получению электричества которые предлагает анатолий эдуардович как и с транспортом второго уровня так и отдельно здание доминанта например как в электростанциях кластерного типа у нас будет электричество везде и очень скоро уже это покажут анатолий эдуардович уже готовит этот проект чтобы получать гумус и электричество потому что более чем на пять тысяч лет есть технологии у анатолий эдуардович который обеспечит всю планету более чем на пять тысяч лет полностью экологическим чистым способом электричества юницкой точка инженер это сайт нашего генерального конструктора где вы сможете изучить его серию технологий эко мир и увидеть насколько потрясающие технологии изобрел этот гениальный ученый потом остановиться невозможно но и экономия конечно же это одна из больших частей если мы сэкономили то в течение но сэкономили сегодня то в течение ста лет это огромный ресурс который мы можем направить на развитие каких-то других сфер жизни человека либо улучшению качества жизни вообще всего живого потому что мы очень сильно влияем как на флору так и на фауну и экономия во всем то есть можно не затрачивать много энергии чтобы получать те же полезные нам свойства и характеристики таким образом анатолий эдуардович вопросе перемещения грузов и пассажиров довел само транспортное средство и дорогу до идеальной формы и идеальных значений чтобы не тратить максим максимум и получать максимум здесь анатолий эдуардович поработал с аэродинамикой потому что узнал что в большей степени мы тратим свою энергию при перемещении с точки а на точку б в точку бы на сопротивление разрушение окружающей среды именно это можно изменить можно сделать аэродинамику нашего транспортного средства гораздо лучше не пустить стальным колесом по стальному рельсу с коэффициентом полезного действия 99,8 процента то есть это гораздо лучше чем магнитная левитация либо шины резиновые либо еще что-то таким способом анатолий эдуардович вынес транспортное средство на второй уровень сделал стальные рельсы стальное колесо и убрал сплошное полотно рельсы идут отдельно получается что с каждой стороны воздух проходит одинаково не так как у нас у машины на первом уровне ведь представляете вот экранные эффекта которым я сейчас говорю встреча с воздухом и турбулентной сзади при скорости 60 километров в час 30 процентов энергии двигателя внутреннего сгорания забирает на себя ну и какая-то часть на шины и трение но при скорости 300 километров в час на сопротивление и разрушение окружающей среды уходит 90 процентов энергии при 300 километров в час а мы собираемся делать в 600 километров в час да там это скажем сопротивление возрастает в кубе поэтому нужно очень разумно использовать каждый миллиметр нашего изобретения и тут анатолий эдуардович сделал потрясающую форму которая как горячий нож разрезает масло плавно проходит сквозь воздух расталкивая его по бокам не сталкиваясь с ним слишком сильно нету экранного эффекта и он снизу сверху и по бокам проходит одинаково свободно и сзади как у машины нету такой турбулент нету воздушной ямы которая тянет его назад то есть немножко замедляет скорость такого нету то есть в нашем транспорте сделано все это просто фантастически это конечно же подтверждалось в специальной продувкой в аэротрубе но дамы и господа это четвертое поколение транспорта а сейчас анатолий эдуардович готовят уже пятое поколение транспортное и скоростной тоже будет если я не ошибаюсь на 20 мест скоростной транспорт наш юнилёт это будет просто космос но это дамы и господа это будущее это уже здесь и сейчас строится на наших же заводах с владельцами которых является каждый человек кто поддержал данную технологию и посмотрите какая экономия в топливе 100 километров со скоростью 100 километров в час 14 пассажиров представляете такой расход но автомобилисты поймут представьте у вас машина только не 5 не 5 мест а 6 она сама управляет собой вы полностью свободны у вас не один багажник а два огромных багажника и вот два огромных багажника и шесть человек перемещаетесь на 100 километров и 35 с половиной литров топлива но вы скажете это более-менее нормально но вы это делали со скоростью 500 километров в час причем экологически чисто на втором уровне в 2000 раз безопаснее чем на автотранспорте первого уровня это возможности технологии которые дает антон едуардович и эта проблема большого расхода энергии на перемещение с точку а в точку б всего чего угодно любого товара груза либо пассажира это та же проблема которую необходимо решить которая даст абсолютно всему человечеству новые возможности и у нас это есть ведь раньше посмотрите с точки а с точку б нужно было весь этот ландшафт всю флору и фауну сравнять с землей в один уровень то есть уничтожить и сделать абсолютно ровно хотя наша планета настолько извилиста настолько эксклюзивен каждый уголок а нам нужно все подробнее это очень дорого это чуть дешевле чем там где были портовые работы по земле и воде но в общем целом земляные работы все что связано с землей это самая дорогостоящая работа представляете а в будущем нам не нужно будет это делать ведь здесь это в 10 слоев нужно уложить и только потом там будет ездить транспорт вот так это выглядит в реальности это невероятные затраты энергии человека ресурсов времени представляете сколько нужно усилий и ресурсов чтобы один километр сделать подобные дороги насыпи например либо взорвать в скале и проложить железнодорожный путь человек 21 века который на на ботами уже там что-то лечит строит микро к так скажем роботами или создает органы пересаживает железную дорогу в скале вот хорошо не кирками и лопатами то есть явно транспорта все технологии двинулись сильно вперед а в транспорте не сильно вперед и именно это сейчас больше всего необходимо изменить посмотрите какое легкое решение точка точка б анкерные опоры есть определенный шаг если необходимо промежуточная опора и между при натяжении струн на анкерные опоры и все натяжение идет на земную кору без какого-либо вреда у нас получается ровная прямая дорога за которой практически не нужно ухаживать и по ней абсолютно безопасно перемещаться легким электромобилем это супер на километр землеотвод нужен помните предыдущие я даже перемотаю нужен землеотвод на километр как пешая тропинка в лесу маленькая пешая тропинка вот столько земли нужно чтобы построить дорогу с такой же пропускной способностью как здесь только представляться какие здесь затраты всего и какие затраты вот здесь именно с помощью такой технологии мы сможем состроить абсолютно любые уголки не боятся никаких наводнений то есть не боятся изменений природы и в вечной мерзлоте и в вечной жаре и там где реки и озера и овраги то есть везде можно будет построить подобный транспорт и перемещаться абсолютно спокойно по всем показателям этот транспорт лучше чем существующие традиционные по всем абсолютно и по капитальным затратам и по эксплуатационным и по так скажем затратам энергии то есть по всем анатолий эдуардович не просто так это сделал потому что он собрал все знания о передвижении о том как передвигать из точки а в точку б груза или пассажира и убрал все что знал о транспорте просто создал лучшее легко и трегулируемый безопасный скоростной экологически чистый экономичный транспорт для всего народа который абсолютно никак не будет вредить остальным 12 миллионам видом живых организмов и сейчас только люди могут это сделать сделать эту замену сделать эту революцию в технологиях и в транспорте никто кто имеет свой вредоносный бизнес не захочет его отдавать потому что транспортный бизнес очень очень прибыль поэтому дамы и господа тут только у нас есть возможность это изменить я надеюсь вы это поняли я надеюсь вы поняли что это касается каждого ведь с помощью такого транспорта и компаний sky world community мы сможем запустить абсолютно новую волну людей которые занимаются экологии которые общаются между собой в содружестве всех стран всех наций всех языковых групп это та компания которая сейчас такое непростое время дает возможность абсолютно любому человеку в абсолютно любой стране любого континента на любом языке в любое время делать созидательную деятельность создавать помогать развивать и финансировать инновационные экологические технологии и при этом за свою работу за преподавание за передачу знаний получать вознаграждение без ограничений без определенного образования только самообразование и она я считаю что сейчас с учетом возможности доступа информации самообразование это главный вид образования мы точно знаем что нам нужно сейчас и можем получить это практически мгновенно воспользоваться нашим нашими гаджетами интернетом именно сейчас sky world community как никогда полезно этому миру ведь мы строим создаем можно сказать транспортно-инфраструктурную отрасль целую отрасль по потенциалу не уступающую таким отраслям как авиационная железнодорожная или автодорожная мы действительно делаем то что раньше представить не могли 20 лет назад мне сказали что будет новый вид транспорта я бы не поверил потому что непонятно ну как вообще все же же придумано а на самом деле дамы и господа могут быть вот такие потрясающие технологии которые с одной стороны ничего уникального все было известно и до того как анатолий эдуардович соединил все эти элементы но именно настолько уникально эффективный транспорт еще не был создан и мы создаем сейчас лучшее то что заполонит нашу планету поможет убрать все ненужные дороги как когда-то после пейджера и когда появился мобильный телефон мы перешли на него потому что это было удобно а потом перешли на смартфоны потому что супер многофункционально и еще более удобно так и мы сейчас будем двигаться по этой транспортной лестнице пересаживаясь на транспорт второго уровня и дамы и господа еще раз напомню первые проекты уже строятся а в этом году их станет уже около десяти в нашей компании это даже при том что мы еще не закончили до конца и не вышли наш проект и не вышли на самофинансирование но это уже очень и очень скоро это существующий реальный транспорт который уже проявил себя показал себя более сотни делегаций проявил себя на более чем двадцать международных выставок выставках на двадцати и это этот транспорт который действительно не только людям необходим он необходим абсолютно всем если мы достаточно разумные раз так меняем планету настолько влиятельны то это наша обязанность задумываться обо всем живом что нас окружает ну и конечно же так если посмотреть верхушки деревьев и наш транспорт абсолютно не волнуйтесь мы не можем упасть с этого транспорта он никак не сойдет с рельс потому что у нее есть специальная противосходная система и наши электромоторы то есть даже если несколько электромоторов по каким-то не волшебным причинам выйдут из строя даже один электромотор которых будет четыре восемь или шесть на одном транспортном средстве смогут доставить вас либо другие транспортные средства то есть безопасность действительно в две тысячи раз выше чем у автотранспорта первого уровня и спуститься кстати с него тоже можно специальная система есть абсолютно для каждого участника движения в данном транспорте все продумано до мелочей но это также является как говорит Анатолий Эдуардович очень простой технолог очень простой и поэтому она будет занимать минимум места минимум времени минимум ресурса человека минимум металла минимум землеотвода будет строиться быстро будет не будет такой дорогой как сейчас неэффективные стандартные так скажем традиционные транспортные наши решения ведь это лишь пучки струн специально натянутые между анкерными опорами все это в корпусе рельса с специальным наполнителем который фиксирует струны поглощает шум так скажем упрочняет стенки и консервирует не дает коррозии никак повлиять на наши струны и сверху на корпус рельса головка рельса дальше стальное колесо то есть это идеально просто идеально удобно разумно и супер гибкий ряд что транспортных дорог что самих транспортных модулей изобрел Анатолий Эдуардович и мы построили множество из них и просертифицировали разные виды то есть и полужесткий рельс провисающий рельс бирельсовая ферма где есть подвесной и навесной транспорт для грузовых решений и все это гениальное придумал один человек один гениальный ученый Анатолий Эдуардович Юницкий юнискай.инженер дамы и господа изучите этого человека это светило 20 и 21 века с ним мир станет другой он действительно понимал все проблемы которые есть у нашей планеты которые куда ведет нас наше техногенное развитие и сразу же за свою жизнь изобрел технологии которыми можно удовлетворить потребности человека но не принести такого огромного вреда он обошел весь мир рассказал о своих линейных городах гумусе и так далее и именно с помощью людей со всей планеты у нас получается завершить этот уникальный транспорт полуандроид робот завершающая закрывающая технологии то есть автоматизированная освобождающая человека от рутинной либо опасной работы убирающий человеческий фактор с машинным зрением то есть полуандроид который работает на алгоритмах каждое транспортное средство связано со всеми другими с каждой анкерной промежуточной опорой то есть вся система работает сообща более 250 датчиков внутри транспортного средства даже маленького для полной безопасности и комфорта пассажира либо груза то есть продумано все для мелочей мы сейчас с такими технологиями уже что наши роботы и наши компьютеры должны забирать от нас ненужные дела забрать все рутинное забрать все опасное мы же творцы нам нужно время и пространство чтобы творить и сейчас наши роботы могут нам в этом помочь Анатолий Эдуардович прекрасно это понимает именно поэтому создал этих помощников и это когда-то были чертежи а сейчас это уже 12 видов разных транспортных средств некоторых в нескольких экземплярах и разные виды трасс то есть это уже построено большая часть испытана и просертифицирована сертификаты в разных странах то есть процесс идет потрясающим образом мы действительно создаем транспорт нового поколения который затмит абсолютно все сначала придет на помощь а потом и вовсе затмит дальше уже только летать либо телепортироваться также у нас и огромный штат то есть проект уже на завершающих этапах огромное количество около тысячи работников высококлассных специалистов работающих на передовых компьютерах с мощнейшим железом и с лучшим программным обеспечением работа в 3d experience электронный документооборот то есть все экологическим способом экологический менеджмент несколько разных офисов в разных странах более 80 конструкторских бюро 3 завода наших общих то есть один из них мы сами построили с нуля один из них завод E-mobile мы производим и сами дороги и сами модули делаем уже и сторонние заказы сделали электротранспорт для России это вы сможете увидеть в видео итоги 21 года интервью с Анатолием Эдуардовичем Юницким то есть развитие компании просто фантастическое в Белоруссии также идут дальше работы наш экотехнопарк который был заброшенным танковым полигоном а сейчас это Эдемский рай просто сад где все цветет где наши технологии испытывается демонстрируется сертифицируется где появились много экологических зданий экспитательные центры энергоснабжение новое и все при этом развивается рядом акварель юницкого так скажем место где он уже строит экологические дома где уже пробует возможности агротехнологии гумуса зданий экологических которые сами себя обеспечивают и все больше цветут как внутри и снаружи от того чем больше людей там живут вы уже сами можете приехать абсолютно любой человек может приехать в парк акварель который находится сразу рядом с этим парком и увидеть эти инновационные технологии потому что Юницкий всегда старался развиваться и именно их шагать в ногу с миром как и на всех выставках мы представляли не только наш транспорт но и всю серию технологий то есть люди узнают что это лишь часть инфраструктуры это только транспорт а есть же еще города, здания, гумус, электроэнергия вакуумное стекло вынос вредного производства и вредной техногенной сферы в орбиту Земли и сейчас видя то что происходит в Арабских Эмиратах какой был проект насколько быстро там сейчас все строится то есть как развился он за последних 4 года как много делегаций там было как этот транспорт выглядит что нас представляют на государственном уровне так скажем на высших собраниях на высших встречах в самих Арабских Эмиратах мы сейчас участвовали в Экспо 2020 и показали действительно что наши технологии на высочайшем уровне и один из адресных проектов мы участвуем в тендере и из 30 претендентов мы сейчас в пятерке поэтому есть очень большие шансы что мы будем прямо в Дубай Марина в бизнес-центре делать трассы нашего струнного транспорта второго уровня потому что здесь он подходит вообще очень хорошо потому что может проходить сквозь здание не принося на него никакой нагрузки то есть убирается просто стекла с этажа и мы ставим свои так скажем двери чтобы в нужное время двери открылись наш транспорт зашел остановился по центру здания выпустил пассажиров взял новых вот и продолжил свое движение то есть на государственном уровне мы работаем с разными странами и первых 4 адресных проекта уже строятся дамы и господа то есть этот транспорт он уже существует он уже оценен он уже взят в работу но еще 14 этап мы заканчиваем и 15 этап есть у каждого человека чтобы еще узнать об этой технологии о Sky World Community о том что люди делают такое сообща делают такое вместе и за малое время создают абсолютно новые веяния революционные технологии на нашей планете и сами же в течение всей жизни этой компании я думаю сотни лет с передачи по наследству будут получать прибыль с каждого проданного километра проданного транспортного средства с каждого построенного адресного проекта перевезенные тонны по невероятной цене 1 доллар за 100 тонн на километр это ноу-хау в перевозке грузов и все кто занимается грузами понимают это то есть Анатолий Эдуардович создает будущее и дает это будущее людям дает возможность развивать это людям я был в этом транспорте я чувствовал это ощущение и состояние мы делаем самый эффективный и актуальный транспорт и это даст возможность первый проект запустить следующие эко-дома линейные города такими какими они будут передвижение в фарвакууме до полторы тысячи километров в час деревянные экологические здания которые вот скажем это первое вы видите на территории Объединенных Арабских Эмиратов других таких нету то есть в наших возможностях с Юницким делать такой мир который придет и в уже существующую жизнь на помощь сначала но и в новые города сделают абсолютно другими для проживания то есть действительно рай на планете я это вижу так с учетом того что я изучил по всем технологиям Юницкого если вы хотите поспорить либо наоборот хотите подтвердить это пожалуйста зайдите на сайт юницкай.инженер и вы увидите все разработки людей которые желают двигаться вперед вот как этих людей даже в последние годы период ограничений наших перемещений они все равно приезжали и следили за тем как происходит сертификация в Объединенных Арабских Эмиратах а она идет наивысшим уровнем и никого дамы и господа не может остановить никакие так скажем преграды если они хотят развиваться и делать этот мир лучше и компания SkyWorld Community дает эту возможность с помощью первой самой актуальной самой земной технологии Юницкого которую мы уже почти завершаем инновационный, надземный, скоростной, безопасный, экологически чистый, экономичный и легко интегрируемый транспорт второго уровня это изобретение одного человека но это достояние всего человечества всего живого на земле абсолютно всему живому на земле нужен этот транспорт потому что другой уничтожает уничтожает наш мир и именно сейчас 14 и 15 этап есть у каждого чтобы хотя бы один раз прикоснуться к этому проекту к этой технологии к этому ученому Анатолия Юнинскому и сделать свой выбор какой мир вы хотите хотите ли вы этот прекрасный мир где чистые наши города где в городах растут плодовые деревья где не все закатано под железные шпалы так скажем или под автодороги где это земля по которой можно босиком ходить и при этом напитываться энергией нашей земли получать с утра росу с огромным количеством фитоцидов для нашего тела и дышать чистым воздухом, не боясь ни за наших детей, ни за наших близких, ни за наших домашних животных, находящихся поблизости. Ведь первый уровень полностью освобожден, а освобожден для флоры, фауны человека. И всюду можно экологически чисто добраться с помощью нашего транспорта. Это возможность для каждого, дамы и господа, с компанией SkyWorld Community. Просто стоит поинтересоваться. Обратитесь к тому человеку, который пригласил вас на эту встречу, либо напишите мне на корпоративную почту, она есть в чате и в Мирополисе. По завершению встречи я напишу ее в YouTube. Пишите, задайте свой вопрос. Я помогу вам понять, как вы можете улучшить те основные побуждающие факторы, которые вы видели в самом начале нашей встречи. Ведь эта компания, SkyWorld Community, может помочь улучшить вашу жизнь. А эта технология, которую мы развиваем вместе, улучшит жизнь в общем на нашей планете. У каждого человека должен быть шанс сделать свой собственный выбор. Один раз хотя бы услышав и посмотрев данную технологию и этого ученого. И с собственными аргументами побудить себя поддержать данную технологию или пройти мимо по каким-то неизвестным, неизведанным мне причинам. Но что точно? Это уже не остановить. Более полумиллиона человек. Скоро нас будет миллион. Мы уже запускаем огромное веяние продвижения инновационных экологических технологий. Все эти люди в скором времени станут еще более разумны, чем образовались за последние годы, например. Станут еще более богаче. Наше сообщество станет еще сильнее. Мы сможем такие проекты меньше, чем за год в мире закрывать, закрывать, делать, улучшать. Это все возможно. И у каждого есть шанс стать частью этого, как когда-то получилось и у меня. С вами был Артем Курбанов из Латвии, из Дауберпелса. С информацией о самом актуальном проекте на данный момент в мире. С помощью этого проекта мы действительно можем изменить мир. Добро пожаловать в SkyWorld Community. И благодарю вас за внимание. Ведь всюду, куда направлено ваше внимание, то и растет. Пишите ваши вопросы. Сейчас пришлю почту и туда, и туда. А пока желаю вам всего самого наилучшего. До скорой встречи, до скорой связи. Будьте здоровы. И желаю вам океана улыбок, как от других людей, так и своих собственных. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова